Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи. Сегодня автор и ведущая ютуб-канала «Конспирита», музыковед и лектор Леоли Кондаурова. Здравствуйте. Привет. Только я не музыковед. Можно ли назвать вас писателем, так как в прошлом году у вас вышла книга? Да. Я музыкальный журналист. Наверное, это будет наиболее точно. Я музыкант-практик в прошлом. Я закончила консерваторию. Время работы. А потом ушла в журналистику. Ну что ж, мы напомним. Телефоны прямого эфира для наших слушателей. Они также могут звонить, задавать вопросы нашей гости. 672-12-93-9. 672-13-93-9. Ну вот в вашей книге, о которой я начала говорить, как слушать музыку, вы пишете о том, что не надо делить музыку на большую и малую. Это как один из таких постулатов, наверное, который вы несете. И также вы не называете классику элитарной. Хотя существует мнение о том, что классическая музыка – это музыка не для всех. Это стереотип, на ваш взгляд? Мне кажется, что не существует классической и неклассической музыки. Мне кажется, что существует музыка сложная и простая. И в этом смысле совершенно не важно, принадлежит ли она академической классике. То есть можно найти очень сложную музыку не для всех среди каких-то феноменов рок-культуры, электронной культуры, хип-хоп-культуры и так далее. Можно найти очень сложную музыку не для всех среди феноменов так называемой классической музыки. Можно найти хиты и шлягеры, и очень народные вещи, и там, и там. То есть считать, что классическая музыка – какая-то одна неразделимая область, что она вся для всех – это, конечно, наивно и немножко подец. Все понимаем, что есть классическая музыка вальса Штрауса и «Времена года Вивальди», а есть классическая музыка замысловатой послевоенной авантарии. Если говорить о восприятии музыки, потому что существует такой стереотип, как, например, если мы говорим о писателях, Достоевский, Толстой и те портреты, которые висели у нас в школах, это такие незыблемые величины. И если говорим о композиторах, по крайней мере русских классических композиторах, то Чайковский является абсолютно величиной. Но недавно у нас в эфире был Эдуард Артемьев, тоже, кстати, известный композитор, который написал музыку практически ко всем фильмам Тарковского. Он сказал, вот лично я Чайковского не люблю, для меня он слишком открытый. Можно ли не любить Чайковского и является ли это нелюбовь, скажем так, отсутствием вкуса? Вот как решить эту дилемму, как вы считаете? Ой, ну у нас тут в одном вопросе сразу очень много всего. Мне кажется, что мы сейчас три наметили какие-то важные ориентиры. Это величие композитора, это что-то измеримое одной шкалой, это наша собственная индивидуальная от первого лица выражаемая любовь к этому великому или нету композитору, это другая шкала. И третья шкала, это какая-то его объективная значительность для истории, для нас теперь человеческого. Это какие-то три очень разные вещи. Если мы говорим про русскую музыку, то да, но Чайковские фамилии, которые сразу приходят в голову, есть еще какие-то важные фамилии, преимущественные. В первой половине XX века. Любить или нет, ну это такая какая-то зыбкая категория, это так все меняется с течением жизни, это так все меняется в моменте. Не знаю, я когда слушаю Чайковского, мне кажется, что я его очень люблю, но при этом если бы меня просто остановить среди какого-то житейского процесса и спросить, люблю ли я Чайковского, я, наверное, нету. Поэтому все зависит от момента. Получается, все зависит от момента? Зависит от момента, да. Еще важное слово, которое вы сказали, это слово «вкус», потому что зачастую те вещи, которые ты понимаешь прекрасно, что сделаны с глубочайшим вкусом, они могут вполне к тебе, к твоему какому-то сердцу и к любви к твоей не апеллировать. В общем, это все очень-очень сложно, конечно, устроено. Да, зависит от момента, зависит от сочинения, потому что наследие того же Чайковского, оно тоже далеко от гомогенности. Все это очень сложный мир, который, конечно, упоительно интересно погружаться. Но человек, на ваш взгляд, все-таки не становится заложником классика в том смысле, что если мы говорим о восприятии, признаться в том, что не любишь Чайковского или не считаешь Чайковского своим композитором, часто на тебя могут посмотреть косо даже те люди, которые Чайковского не любят и не понимают. Потому что есть некая шкала, как вы сказали, есть некий ориентир, что культурный, воспитанный, образованный человек должен любить, например, Петра Ильича и его музыку. Ну, знаете, мне кажется, сейчас такое окноборческое время, что наоборот сейчас даже есть какой-то такой панковский шик в том, чтобы сказать, вы знаете, вот Чайковского не выношу. Или недавно было так очень-очень красиво и эстетски сформулированное в лекции Леонида Аркадьевича Десятникова, дальнейшего нашего современного классика, такой был стейтмент, что Чайковский самый недооцененный субъективный композитор. В общем, мне кажется, что выстраивая в любом случае наши отношения с кумирами, конечно, мы здесь должны идти по какой-то непрямой дороге. Как-то сложно все-таки свои отношения с ними обозначать. Величие, все-таки я хочу вот эту тему продолжить, потому что величие, известность композитора, оно не создает вот этот дополнительный субъективный элемент, потому что, ну вот мы в журналистике любим приводить такой пример. Если, например, Владимир Познер задает своему гостю вопрос «Как дела?», все говорят, как это интересно и как мудро, потому что это Владимир Познер. А если студент первого курса журфака спросит «Как дела?», скажет, что вы не подготовились и хлопнут дверью. То есть, соответственно, можно задать один и тот же вопрос, но, тем не менее, отношение будет к разному. И восприятие композитора, который известен, который, может быть, себя зарекомендовал, может, это не нравится, но, тем не менее, скажет, ну какая интересная форма. Именно потому, что он слишком раскручен. Вот, на ваш взгляд, не попадаем ли мы в заложники к этой форме? Я согласен, немножко, может быть, есть это в великих композиторах. Я вам напоминаю, что одно из самых сердцеразрывающих тем Петра Ильича представляет собой нисходящую гамму. То есть, это просто все ноты подряд на клавиатуре, нажатые снизу-вверх, слегка вниз. Но, нет, конечно, если говорить серьезно, то больше, в большей степени, то, что вы сказали, оно относится к великим исполнителям. Не к композиторам, а к великим исполнителям. В частности, разговоры о том, что кого-то невозможно слушать, кто-то кому-то страшно изменяет вкус, кто-то глуп, и это слышно с первых нот. И это всегда разговоры очень такие, ну, какие-то ненадежные. И мне всегда людей, которые с этими сентенциями выступают, хочется устроить им такой блайнд-тест. Знаете, как делать? Но включить им с удаленной всякой информацией голые тестовые 5 mp3 треков. Пусть они скажут, кто играет глупо, а кто умно. То есть, вот здесь действительно такая немножко забиральная область. Если говорить о современных композиторах, вы упомянули Леонида Десятникова, Эдуарда Артемьева мы также вспоминали, который был гостем нашей программы, и Владимир Мартынов также недавно выходил к нам в эфир. Кто-то называет их классиками при жизни, кто-то говорит о том, что они могут стать классиками только после смерти. Как, на Ваш взгляд, когда композитор становится классиком, когда его можно считать классиком? Нет, те три имени, которые Вы назвали, это, безусловно, такие наши патриархи. Это просто абсолютно, не знаю, видятся ли они на меня, но это абсолютно ветхозаветные пророки нашей современной. Я не академически люблю все эти ограничения музыки. Если говорить про меня лично, то, конечно, Леонид Аркадьевич вызывает, мне Десятников вызывает наибольшую мою, какой-то трепет просто у меня. Но и Рынов, разумеется, тоже вообще, я даже не знала, что я в такой череде грандиозной, так бы я побоялась выходить в эфир. Хорошо, что сейчас мне про это сказали. Ну вот Вы на своем ютуб-канале как раз приводили в пример Сенсанса, что он начал свою жизнь как прогрессивный композитор и завершил ее в 86 лет как раз в образе такого фундаментального классика. Вот в какой момент все же это происходит? Есть такой закономерность эволюции? В случае с Сенсансом, из-под него так упал злая эпоха немножко, потому что он начинал тогда, когда он был смельчаком и на переднем крае, экспериментатором, а потом просто, если мы посмотрим, что случилось в европейской музыке и за первые два десятилетия XX века, то это сравнимо просто с попаданием метеорита. То есть все, что существовало, оно совершенно переигралось, разбилось в дребезги или приняло какие-то радикальные другие формы. Поэтому, конечно, Сенсанс попал в интересный исторический момент. И вообще все его поколение в принципе оказалось в похожей ситуации. В какой момент человек становится классиком? Вопрос очень интересный. Мне кажется, что в ту секунду, когда мы без какой-то внутренней скидки на современность, у нас же есть презумпция того, что раньше были Титаны и Великаны, а мы все немножко карлики на плечах гигантов. Сейчас все как-то поизмельчало и поистрепалось. В тот момент, когда мы можем без скидки на современность этой музыки, на то, что она вписана прямо в недавние даты на календаре, говорить про нее и чувствовать к ней что-то такое же, что мы чувствуем, может быть, по привычке, чувствуем каким-то большим именам, не знаю. Ну, то есть я слушаю музыку Десятникова, и я понимаю, что работает та же часть меня, которая задействована при слушании музыки Шуберта. И в этом случае только, конечно, сложнее, что Леонид Аркадь жив, в отличие от Шуберта, потому что лекции очень тяжело про него читать, что-нибудь скажешь, а это будет неуместно, или заденешь композитора. Вот это вот, да, такой момент. Здесь, мне кажется, есть еще такой сакральный момент. После смерти композитора или писателя ты не можешь с ним уже пообщаться. Далее уже начинает срабатывать такой мифологизированный момент, потому что, ну, мы знаем, что великие писатели, например, вели разный образ жизни. Про наше все Александра Пушкина мы даже знаем, о том, какой образ жизни он вел. По крайней мере, когда он живой, он воспринимается как человек. Когда его нет, включается уже такой сакральный элемент. Это влияет, как считаете, вот этот момент до, при жизни и после смерти уже непосредственно? Не знаю, не задумывалась об этом, но, наверное, да. Наверное, влияет. То есть вы спрашиваете о том, воспринимаются ли современные композиторы как более живые из-за того, что мы теоретически можем с ними поговорить. Мы с ними можем встретиться, он ходит в магазин, он ест, в конце концов, покупает в Ашане или где-то еще там. Ну, если, допустим, и так далее. Он обычный человек, и нет вот этого ощущения памятника, которая формируется ко многим классикам, опять же, вспоминая тех, кто висел у меня в кабинете музыки, тоже висели портреты. Вот сейчас я радуюсь, потому что ощущаю в себе эмоции какой-то юной, восторженной девочки. Может быть, все-таки это означает, что взрослость еще не пришла. Я, когда находилась где-то в одной орбите с Десятником или Мартыновым, мне даже не приходило в голову представить их себе в мезонстрине Ашана. То есть просто у меня абсолютное ощущение, что это какие-то боги. Поэтому так. Ну, то есть вот это вот то, что мы можем соприкоснуться, можем встретиться, какой-то эпизод, какой-то момент, опять же, ну, этот пример я люблю приводить, но какую биографию мы делаем этому рыжему про Бродского, то, что сказала Анна Ахматова, и та история с жизнью Бродского, которая, в общем-то, в какой-то степени тоже повлияла на его восприятие, как уже классика, как большого поэта, возможно, последнего большого поэта 20 века. Ну, вот эта мифологизация все-таки, она важна или нет? Или это вообще все-таки мило? Думаю, да. Думаю, все-таки это, конечно, ну, особенно для очень больших, вот, как патриархов, да, я сказала, думаю, что да, играет какую-то роль то, что мы являемся их современниками, читаем их интервью, ловим их на каких-то логических нестыковках, подписаны на их Facebook или что-нибудь еще. То есть, да, думаю, что в каком-то смысле это формирует наше представление об их композиторстве, и в дальнейшем формирует о том, что какие-то следующие поколения будут писать в биографиях. Ну, кстати, Владимир Мартынов, извини, что перебил просто, чтобы закончить мысль, сказал о том, что эпоха композиторов закончилась. Ой, Владимир Иванович же сказал это 20 лет назад, нет? Ну, он продолжает стоять на своем, да. Он подтвердил это буквально пару недель назад. Владимир Иванович Скала, естественно, здесь нет каких-то... Вы спрашиваете меня, закончилась ли она? Да, что с эпохой? Потому что Артемьев с ним не согласился, хотя они большие друзья. Ну, вы знаете, мне кажется, что было такое количество слов сказано на эту тему гораздо более умными людьми, чем я, что мне сейчас даже прямо неловко. Но очевидно, что поскольку мы только что ввели большой, пусть, да, там, исполненный каких-то мелких шпилек, но при этом, безусловно, благовейный рассказ о больших композиторах, которые, в общем, по большому счету, совсем не старые, и мы ждем еще от них какой-то новой музыки и так далее, и мы можем увидеть их на сцене. Ну, как же можно говорить, что эта эпоха кончилась? И как можно говорить, что она закончилась, если эти же композиторы получают заказы, неплохо зарабатывают, слава тебе, Господи, сочиняя твою музыку, что, не знаю, есть совершенно такой культ вокруг их имен и так далее. С другой стороны, поспорить с Владимиром Ивановичем, что сегодня композитор играет ту общественную роль, которую он играл, например, в XIX веке или в тоталитарной системе в XX веке, поспорить здесь сложно. Но то, что композиторская роль эволюционирует, то, что она меняется, возможно, каким-то образом, какие-то схемы, в том числе общественные, по которым работают композиторы, они не те, что были в середине XX века, но только что-то, все эволюционирует, и все меняется. То есть я бы не сказала, что композиторство исчезает как таковое, и какие-то витейства о закате культуры, конечно, вызывают у меня немножко осторожность, но, безусловно, сравнивать функцию в обществе, которую имел там Вагнер или Шестакович, которую имеет современный композитор, ну, здесь понятно, да, излишки комментарии, конечно, она совсем другая. Вы сказали, что все меняется, но ведь музыка как раз дает это ощущение фиксации времени. Вы как раз в своей книге пишите о том, что музыка дает нам ощущение контроля за временем и, может быть, иллюзию контроля, ощущение покоя. Почему, на ваш взгляд, именно музыка создает этот эффект, а не, например, кино или литература? Ой, есть прекрасный на этот счет, прекрасно пишет Стравинский про это. Музыка является в самом главном смысле искусством времени. То есть остальные искусства, развертывающиеся во времени и тоже претендующие на наше ощущение времени, то есть мы проживаем какой-то кусок физического времени, например, просматривая киноленту или драматический спектакль. Но это такие синтетические жанры, где во многом играть с временем помогает именно музыка. Представьте себе, например, какой-нибудь фильм, который вы знаете и любите в режиссерской версии или без музыки, когда все это работает немножко иначе. У вас взаимоотношения ваши с художественным продуктом будут сразу совсем другие. Поэтому, конечно, если искать какой-то корень, который питает вот этот временной аспект искусства, то им все-таки будет музыка. И если в отличие от картины или архитектурного сооружения, хотя все равно временной аспект, там есть какие-нибудь фресковые циклы, мы рассматриваем его в определенной последовательности, но все равно все-таки музыка, ее нельзя сравнить ни с каким-то другим искусством, в смысле того, как она властно посягает на наше ощущение времени. И Стравинский, изумительно, мне кажется, «За хроника моей жизни», это его автобиография, написанная еще, ну такая, ранее во Франции, он пишет про то, что музыка единственная из искусств, которая, я не точно цитирую, которая позволяет нам перестать ощущать время в категориях прошлого и будущего, а сосредоточиться только на настоящем. Она таким образом направляет наше внимание, чтобы, ну вот это сродни, может быть, каким-то духовным практикам, хотя я с осторожностью захожу на эту территорию, потому что плохо ее знаю, да, вот это пребывание в моменте, вот это пребывание не в категории, там, рефлексии над тем, что было или ожидание того, что будет, а в таком настоящем продолженном. Вот музыка врубает этот режим, который, в принципе, очень в жизни его сложно достичь. Музыка его врубает очень легко и очень мощно, и мне кажется, что в этом секрет того, что люди музыку так любят и так безумно к ней стремятся. Она позволяет нам зацепиться за саму материю нашей жизни, состоящую из физического времени. Не знаю, понятно ли это все, но это абсолютно ее магическое свойство. Ну вот Юрий Рост у нас вчера был, фотограф, писатель, философ и журналист, он буквально вчера был у нас в эфире, тоже рассуждал о концепции момента на фотографии, на примере фотографии. Он говорил, что фотография – это смерть момента, потому что то, что запечатлено, уже никогда не повторится. Получается, что музыкальная концепция, она немножко иная все-таки, вот эта фиксация момента, она по-другому происходит. Хотя на фотографии все вроде как бы, видишь вот этот момент, и все, он застыл, зафиксирован и так далее. Да, мне кажется, что в музыке происходит фиксация не конкретного момента, ведь фотография фиксирует тот момент, когда был нажат спуск, то есть она фиксирует такое положение секундной стрелки, которое было в момент, когда был изготовлен снимок. А музыка удивительным образом фиксирует время слушателя. То есть слушая, не знаю, что музыку Баха, написанную в 1727 году, я фиксируюсь не в состоянии 11 апреля 1727 года, а я фиксируюсь в состоянии вот здесь и сейчас. И как раз в этом еще дополнительное чудо, потому что между 1721 годом и мной образуется какой-то таинственный коридор временной. То есть такой тайм-ворп вообще по полной программе. Поэтому здесь, ну опять же, я все-таки, может быть, потому что музыка – это мое искусство, и мне хочется привести свой монолог обязательно к его привилегированности относительно других, но фотография все-таки чересчур конкретна, она говорит нам чересчур много. Музыка в силу абстрактности своей природы – это гораздо более, ну какое-то вместительное с точки зрения смысла, на мой взгляд. Ну музыка ведь еще и атмосферна, потому что вот вы как раз упомянули, что если посмотреть фильм без музыки, это совсем другое восприятие. Есть такой ироничный прием – это посмотрите фильм ужасов без музыки, и он станет комедией, да, то есть, соответственно, музыка создает атмосферу. Вот атмосферный момент – это действительно является основным, как вы считаете, в музыке, или это такое может быть? Это сложный вопрос, потому что мы тем самым музыку немножко тоже как бы упрощаем и немножко ее сводим к набору чувственных стимулов, которые должны нам сделать как-то. То есть я очень не люблю вот эти такие немножко потребительские разговоры о музыке, которая обязательно должна как-то, вот не знаю, вот как вы приняли таблетку, у вас есть какой-то телесный ответ на то, что у вас перестала болеть голова или начало болеть что-нибудь другое. Музыка все-таки сложнее и интереснее. Она может, конечно, исправляться блистательно, вызывать в нас эмоции, заставлять нас плакать, ощутить какое-то щемящее переживание или сделать нам страшно, но, в принципе, она может гораздо больше и за пределами этого. То есть она может не только апеллировать к эмоциям, не только создавать какую-то атмосферу, у нее гораздо более таинственные функции на музыке. Ну, довольно сложно сделать так, чтобы музыка стала свободной от наших потребительских ожиданий, о которых вы говорите. Наверное, все-таки каждый человек или, ну, может быть, не каждый, но чего-то ждет от прослушивания музыки. Но, возможно, талантливому слушателю это под силу. Вот как им стать? Как стать по-настоящему талантливым слушателем? Ой, супер вопрос. Знаете, я сама все время от своих потребительских ожиданий отрешаюсь, и сейчас вот общаясь с людьми, которые, как я, являются внимательными и профессиональными слушателями музыки, обнаруживаю, что это не только я всегда рефлексировала над этой проблемой, как-то и комплексовала, думаю, вот как-то я не могу прийти к каким-то вещам до сих пор, а вот какие-то вещи для меня до сих пор закрыты в музыке, надо над собой работать. Я вижу, что это делают все, и даже, вообще, я немножко подуспокоилась, очень квалифицированные слушатели говорят, что, например, к 30 с лишним годам пока не доросли до фамилии автора. То есть вот это отключение в себе потребителя, задача очень интересная, и путь очень непрямой, потому что какие-то вещи, например, которые мне казались классными в детстве, я их потом возненавидела в отрочестве, и сейчас, например, к ним прихожу и слушаю какими-то новыми ушами, и понимаю, что в этом можно расслышать такую красоту, и такой смысл, и такой азарт. В общем, тут нет какого-то однозначного рецепта. Самое главное – это слушать, слушать много, слушать с удовольствием, находя это удовольствие, не только в категории «мне эта музыка сделала приятно», она мне кажется красивенькой. Но удовольствие – это оно сложнее. Как с кино, как с литературой во всем. Но здесь ведь удовольствие, да, я соглашусь с вами, что всё гораздо сложнее, потому что если мы говорим об удовольствии, музыка ведь может доставлять и страдания. Другой вопрос – это страдания обогащающие, потому что возьмём, например, Ленинградскую симфонию Шостаковича, и получая этот заряд, хотя она делится на разные части, и там есть расцвет, есть война и так далее, всё-таки нельзя говорить о том, что это такое чистое удовольствие, это в том числе и боль, которую он передаёт этой музыке. И вообще музыка Шостакович, как мне кажется, она передаёт много достаточно боли. Ну что вы, ну не только Шостакович, вообще, в принципе, вот механизм воздействия искусства, вот это ощущение такой своей зыбкости, уязвимости для красоты, которую мы все знаем, потому что мы все разок в жизни, там, не знаю, прочтя стихотворение или увидим… Ну, не знаю, вы понимаете, о чём я. Мы ощутили вот это такое очистительное страдание, это же вообще катарсическая эмоция, она не связана с комфортом совсем. Поэтому здесь можно привести массу примеров, там, начиная от того же Баха, про который я сказала, это всегда немножко царапает, это всегда, как говорят у учеников, эстетический ожог. Вот это, мне кажется, хорошее, хорошее, как сказать, хорошее обозначение этого переживания. Если говорить о том, как научиться слушать тишину, знаменитое произведение Джона Кейджа «4.33», где на протяжении 4 минут, более 4 минут, музыканты не издают ни звука, это ведь тоже большой труд для слушателя. Ой, ну это вообще прелестная работа, в смысле того, что она очень иронична, очень глубоко, очень, ну, отчасти печально, да, она высказывается вообще и о природе музыки, и о природе слушательского ожидания, и о том, где начинается музыка, и о времени, и это сразу обо всём. То есть «4.33» такая идеальная болванка смысловая. Ты как хочешь, с какой стороны ты начинаешь говорить или размышлять, на эту тему ты и можешь написать о ней докторскую диссертацию. То есть это совершенно такая неисчерпаемая штука. Насчёт тишины, ну, не буду говорить какие-то банальности, да, там кейджевские, про то, что абсолютно тишины не бывает, и, собственно, «4.33» нам это блестяще показывает. Мне кажется, что какая-то, ну, в таком физическом смысле тишина, тишина, как, знаете, сейчас эти модные сенсорные депривации, когда ты не слышишь ничего совсем по-настоящему в течение какого-то времени, мне кажется, можно заплатить деньги и как-то это пережить. Я не думаю, что это будет эстетическое переживание, я думаю, что это какое-то будет биологическое переживание, что-то, что будет в нас апеллировать не к человеку, а к животному. Я думаю, что это должно быть довольно жуткое ощущение. Это было бы интересно. Ну, то есть мне, как очень слуховому человеку, наверное, было бы занятно это пережить, но у меня такого опыта не было никогда. Но этот эксперимент можно здесь провести аналогию, вот та аналогия, которая у меня сейчас возникла, с чёрным квадратом Малевича, который многие воспринимают как некий такой слом и показ о том, что может быть потом, соответственно. А некоторые его вообще не принимают до сих пор, потому что не понимают, что это значит и как это... Конечно, да, то, что 4,33 — это чёрный квадрат, это такой глобальный периодизм, ну и действительно очень много у них общего в смысле предмета высказывания, предмета высказывания, да? Это правда. Ну, здесь ещё, мне кажется, да, у нас есть звонок. Да, радиослушатель уже давно пытается на нас дозвониться. Примем его. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. А я вот хочу вернуть вас к классикам. Ведь я прожила две трети жизни при советской власти. И вот насколько я помню, что классики и в музыке, и в литературе иногда назначались, как говорится, партией и правительством. И вот после смены или строя, или после смерти выясняется, что эти люди, они совсем не классики, они были назначены. Это же великая трагедия. Вот как авторы могут уберечься вот от такого влияния правительств, чтобы не стать действительно классиком при жизни, которого потом все забудут? Спасибо. Да, спасибо вам. Ох, какой вопрос. Ну, как уберечься? Мы уже сказали, что композитор в значительной степени перестал быть общественной фигурой, фигурой общественного значения. Каковой он был, несомненно, в XIX веке, особенно в немецкоговорящей культуре, и каковым он был в Советском Союзе, будучи действительно объектом постоянных властных манипуляций, будучи назначаем на роль классика сверху. Здесь я бы хотела сказать две вещи. Во-первых, классики, которые были действительно вот в два человеческих роста в Советском Союзе, по крайней мере, в музыке. Они, в общем, незыблемы. Они как были, как они стояли, так и стоят эти люди. Другое дело, что наше отношение к ним поменялось, и наш взгляд на них сложнее, умнее, надеемся, свободнее. То есть появилось больше способов смотреть на того же самого Шостаковича, чем два способа, которые были в Советском Союзе и потом после того, когда была ревизионистская традиция. В Советском Союзе певец народности, а потом в 90-е годы диссидент. Естественно, есть больше способов Шостаковича интерпретировать. Но, тем не менее, будучи классиком с большой буквы КСССР, будучи назначенным в стилитарной системе, отчасти муслимически этот путь пройдя, Дмитрий Дмитриевич им и остался. Это первое, что я хотела сказать. А второе, что поскольку сейчас все-таки государство и власть к несчастью и к счастью одновременно гораздо меньше интересуются музыкой, чем это было в середине XX века, я надеюсь, что современным композиторам и русским, и нет, все-таки такая судьба не грозит. То есть никакой корон на них никто не нахлобучит. Потом, потомки, осознав, в общем, малый масштаб дарования, эту корону не забил. У нас еще звонок. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу задать вашей гости два вопроса. Первый вопрос. Почему ни радио, ни телевидение не транслируют моих самых любимых гениальных исполнителей The Beatles? Я слышал, что Майкл Джексон за миллионы купил право и сам умер и, значит, похоронил эту музыку навсегда для миллионов людей. Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, я сам, у меня есть записи катушечные, ламповый усилитель, стуватные динамики и слушаю Beatles, наслаждаюсь. Не могу терпеть ремейки, где темп изменен, тональность изменена в музыке, Beatles и других классиков. Вот почему так получается? Это второй вопрос. Да, спасибо вам. Два вопроса отношусь. Про Beatles. Ой, сейчас постараюсь не ударить в грязь лицом. Значит, вопрос первый. Почему не транслируют? Я не знаю. У меня нет на это ответа, потому что, к сожалению, я ничего не знаю ни телевидения, ни радио, не слушаю их и как-то совсем не в курсе. Но я подозреваю, что не транслируют в силу, не знаю, может быть, здесь может быть проблема с правами. Я знаю, что очень сложно очистить права на продукцию группы Beatles. Могу ошибаться, но просто предположу. А второе, правильно я понимаю, что вопрос был про то, зачем нужна культура ремейка, когда меняется предначальный текст. Недавно рассуждали на эту тему с моим мужем. Очень крупным русскоязычным музыкальным журналистом, как раз в неклассической области, Денисом Бояриным. Мы с ним занимались тем, что мы купили две версии белого альбома на виниле, недавно вышедшую в честь юбилея этой пластики, и культовую версию, которая вышла в начале 90-х годов в России, такая совершенно пиратская, бутлегерская, записанная с трансляцией, и вот сравнивали, как это звучит. Одно и другое, прямо один трек за другим. И мне пришло в голову, что новое вот это издание, которое сейчас вышло, немножко пересведенное, и звучит оно немножко иначе, чем звучит классическая версия белого альбома, она сигнализирует об очень интересном феномене, о приходе культуры исполнения, то есть культуры интерпретации, культуры трактовки в неклассическую музыку. Ведь в неклассической музыке текст и есть исполнение. Как правило, мы с вами слушаем, не знаю, группу «Битлз», и то, как сыграно из пета эта материя, она равняется музыкальному тексту, в отличие от духовина, которого можно сыграть тысячу разных способов. Понимаете, да? То есть у нас есть культура исполнения. Но из-за того, что это тексты такие классические, я имею в виду музыкальный текст, тот же белый альбом, из-за того, что они прожили уже более чем полувековую историю, они такие сакральные и священные, нам хочется их услышать реинтерпетированными, нам хочется, например, по-новому их свести, или нам хочется каким-то образом элемент трактовки, который свойственен большим музыкальным текстам, вроде бетховенских, которым исполняются, обращаются разные дирижеры, получаются разные исполнения, привнести. И это очень интересно. Я бы здесь не была аутентистом и не держалась корней, потому что позволить себе услышать любимый свой музыкальный художественный текст в какой-то новой версии, мне кажется, в бестсцент. Продолжая об исполнении, мы часто слышим исполнение тех или иных классических произведений из разных уст, скажем так, из разных рук. Например, того же Рахманинова может играть и Кисин, и Мацуев, это будут две разные интерпретации. Ну, Горовиц и Рихтер, которые, кстати, не играли один концерт. Да, но что касается оригинала, можно ли его понять и услышать? Что есть оригинал вообще в классике? Вы сейчас провели пример Рахманинова, имея в виду рахманиновские исполнения, или имея в виду вообще, есть ли в классической музыке некая культура оригинального первоисточника? Ну да, скорее второе, есть ли действительно этот оригинал? Это тоже страшный интересный вопрос, очень люблю про это рассуждать на лекциях своих, потому что, да, действительно нам кажется в какой-то момент, что вот этот рой многообразных исполнений, да, рой, как бы копии некого несуществующего подлинника. Он немножко, ну вот как платоновские эти тени на сцене пещеры знаменитые, да, у нас есть некая идея, некий никогда никем не виденный, несуществующий подлинник, и с него сделано бесконечное количество слепков и копий. Мне кажется, что в музыке это работает примерно так, подлинника не существует. Мы, например, говоря о какой-нибудь симфонии Бетховена, не знаю, может быть, вы слышали, вот недавно вышла изумительная запись пятой симфонии Бетховена Теодора Курензиса с его оркестром, где все перепридумано совершенно. И музыкальный потребитель, консерватор, конечно, начинает говорить, что это не Бетховен, или может начать говорить. В то время как мы не узнаем и никогда не узнаем, как звучала в пределах черепной коробки автора эта музыка, без исполнения, без интерпретации. Она просто представляет собой пачку листов из писанок черной краской, и мы никаким образом не можем нотную запись как-то заведомо точно расшифровать. Сказать, что эта фраза, она должна быть так и никак иначе, именно в таком темпе и ни в каком другом. Это невозможно, просто это не работает так. Иногда, например, темпы, которые Бетховен выставляет, метрономы, а это очень точный показатель, количество ударов в минуту BPM, они абсолютно фантазийные, дикие, безумные, амурдные. Так просто нельзя сыграть в силу того, что это физически неосуществимо. Поэтому, мне кажется, в этом тоже одна из прелестей музыкального искусства. Невероятное количество одинаково легитимных, одинаково возможных подходов к некому платоническому идеалу текста, который реально испытать, как некую истину по среде инфляции, чувственно испытать, ушами испытать, мы не можем. Ну, а стремновательный момент у интерпретаторов, он имеет значение, как вы считаете? Потому что я упомянул Горовица и Рихтера, как известно, это соревнование, конечно, было заочным, но тем не менее, даже среди моих знакомых, которые занимаются музыкой, есть разделение Рихтера или Горовица. Кто-то отдает предпочтение Горовицу, кто-то отдает предпочтение Рихтеру. И вот эта вот та жизнь, в которой, собственно, эти два гениальных исполнителя соревновались, они тоже, наверное, придают какой-то шарм всей этой истории. Вот насколько это важно? Вот эта конкуренция такая, может быть, даже непрямая? Ну, с исторического отдаления. Я думаю, что совсем нет, разве что это придает какого-то курьезного шарма. Внутри ситуации, ну, мне сложно сказать, думаю, что большой роли, ну, это может быть соревнование, у нас же, понимаете, у нас же нет какого-то прибора, который мы можем поднести и сказать, это сыграно хорошо, а это плохо. Когда два исполнителя большого масштаба состязаются друг с другом, ну, в чем может быть состязание? В количестве просмотров, в темпах? Ну, то есть, что измеримое, мы можем внести в бусты. Кто в итоге получит эту пальму первенства, общественного признания? Вот, кстати, для вас кто? Рихтер или Горовиц? Для меня Рихтер, конечно. Ну, это, знаете, это все эти увлекательные игры, там, кофе или чай, варежки, перчатки. Ну, каждый же из них обладал своим почерком, вот именно исполнения того же Рахманинского концерта. И нет ли вот такого критерия, и важен ли такой критерий, кто, собственно, получает вот эту массовую аудиторию, признание? Нет, вы знаете, критерий массовости точно не важен совсем-совсем. Я это готова сказать, это в отношении и исполнителей, и композиторов, потому что если мы начнем считать так, то у нас получится, ну, то есть, во-первых, мы очень быстро собьемся, как считать, мы можем просто посчитать просмотры на Ютьюбе, но тогда просто это означает, что кроме песни Деспаситов все должно совершить сейчас массовый суицид, и должна остаться только песня Деспаситов. Я не играю в такую игру, я не хочу в таком мире. Поэтому нет, просмотры совсем, конечно, не важны. Но если мы говорим все-таки о заложниках, мы говорили в начале, а говорим теперь о заложниках вот этого массового продукта, стремления донести свою музыку, свою интерпретацию, да, как можно более значительной аудитории, именно в таком численном выражении. Сегодня композиторы, музыканты не страдают этой проблемой, потому что Денис Мацуев, фигура, ну, как во всяком случае, воспринимается уже фигурой шоу-бизнеса, потому что он много делает для того, чтобы быть именно массовым музыкантом. Да, да, согласна. Действительно, он и есть фигура шоу-бизнеса, он сознательно строит такой метеообраз. Не знаю, что сказать об этом. Но это не убивает настоящее искусство, потому что после появления в Анессе Мэй у меня была дискуссия с музыкантами академическими, когда кто-то говорил о том, что, ну, смотрите, в Анессе Мэй, она, с одной стороны, играет не очень хорошо, но, тем не менее, она рассказывает миллионной аудитории о том, что есть произведения о классической музыке, о которых они, возможно, бы не узнали. Хотя она берет в основном очень популярные классические произведения и их просто переигрывает. А другие говорят, что это когда ты просто берешь вкусозаменитель такой, который в Мэнтос присутствует, и даешь аудитории. А после этого они уже не хотят есть нормальную пищу, они не хотят воспринимать скучную, как им кажется, классику без этих спецэффектов, и они, наоборот, от нее отворачиваются. Вот эти популяризаторства через Ванессу Мэй я не верю совсем. Я точно знаю, что аудитория Ванессу Мэй никогда дальше в Ванессу Мэй не пойдет, и это не хорошо и не плохо, пусть цветут все цветы. А популяризаторство какими-то другими средствами я очень даже верю и знаю, что аудитория, которая могла кайфовать от Ванессу Мэй, может через некоторое время закайфовать от чего-то другого, если им про это хорошо, весело и азартно рассказано. Насчет того, насколько медийность убивает настоящее искусство, это очень сложный вопрос. С одной стороны, безусловно, хочется ответить, что да. С другой стороны, не хочется ответить, чтобы не быть ханжой. С третьей стороны, приятно и счастье, что сейчас благодаря тому, что делает маэстро Курензис, десятки тысяч людей, которые не знали, где правильно ставится ударение фамилии Малер, они по-своему находят какую-то дорогу к этой музыке, они сидят и плачут, они что-то испытывают. А с другой стороны, нельзя сказать, что все из этих людей как-то неприятные и так далее. То есть это сложный очень вопрос. Мне кажется, что музыка, большая музыка, безусловно, находит свою дорогу к большой медийности. Потому что сейчас без этого совсем нельзя. Потому что сейчас совсем нельзя без какого-то визуального образа, без какого-то классного Инстаграма. Ну, без этого очень сложно. Но это каким-то образом не должно бросать тень на хороший вкус. Если говорить о сложной музыке, потому что Мессиана, на ваш взгляд, все-таки это музыка, которую там сложно уловить мелодию, она много построена на тональности, но вот путь к этой сложной, непростой, нестандартной музыке, он всегда будет тернистым? То есть эта музыка может прийти к большой медийности, как вы считаете? Или она всегда будет для избрана? Я думаю, что должен быть проводник. То есть вот Куриндис, о котором я сказала, оказался абсолютно гениальным проводником очень больших и очень сложных музыкальных текстов в большую медийность. И это нам показывает, как блестяще, на каком высоком уровне это может быть сделано. Поэтому, если найдется такой исполнитель для какого-то другого автора, тоже большого и значительного, то это произойдет. Это чудо и эта встреча большой аудитории со сложным текстом. Я вполне в этом. Если говорить о современной музыке, то нередко она создается, отражая какие-то события в политической жизни, возможно, какие-то течения современные. Что касается классики, то можно ли говорить, что она актуальна всегда, в любой период? Вы знаете, сложный вопрос. Тоже на поверхности лежит ответ «да» и какие-то христоспасительные фразы про то, что вот бах, вечно. Но на самом деле можно привести кучу примеров прекрасной музыки, которая в свое время, ну вот что такое мне идет прямо в голову. Музыка Шнитке, например, которая сразу после крушения Союза, она звучала совсем иначе, чем она звучит сейчас. И сейчас, например, и играем мы ее... Это не значит, что она хуже, но и играем мы ее меньше, и слушаем меньше, и мы не переживаем того сверхъестественного, что переживала в контакте с этой музыкой. То есть на самом деле вопрос музыкального текста и времени, и контекста, и взаимоотношений, актуальности, ощущения актуальности вопрос очень сложный и очень непрямой. Я уверена, что есть какое-то свое, там какая-то своя синусоида есть, возрастание актуальности и ее постепенного бросания, потом снова возврата и так далее. Если говорить о Шнитке, то можно ли, нужно ли, вернее, слушать его через «не могу»? Например, есть произведения, такие как «Саната для виолончели» и «Фортепиано», ее довольно трудно слушать у Шнитке, ну, наверное, не всем под силу. Стоит ли для того, чтобы формировать себя как слушателя? Здесь я абсолютно... Нет, мне кажется, через силу ничего не стоит делать, если это не нужно для здоровья, объектили, какие-нибудь лекарства, принимать, борьки, но это еще я готова на это пойти, а искусству через силу нет, это я не буду делать такого. Но мне кажется, что я знаю, что люди разные в этом смысле, и я обнаружила, что не для всех это так. Для меня всегда работает так, что чем больше ты про что-то знаешь, тем крепче ты это любишь. И я прямо предпринимала такие ликбезные проекты и много читала про каких-то авторов, которые для меня были закрытыми, и просто поразилась тому, насколько падает штора. То есть ты слышишь, тебе дают новую пару ушей, и ты ими слышишь и получаешь удовольствие. Это то, что называется бэкграундом, это важно все-таки знать при прослушивании произведения. Опять же, аналогия, которая у меня возникает, когда я начинал работать в газете, редактор всегда говорил, когда не понимал, что я написал, если ты же не будешь стоять у киоска и объяснять, что ты имел в виду. И если мы не улавливаем до конца произведение без бэкграунда, без исторической, без того, как писалось это произведение, без биографии автора, вот насколько важен вот этот бэкграунд и знание о том, что было? Ну, мне кажется, просто невообразно важен. Не знаю, потому что я посвятила свою жизнь чтению лекций про все это и все время всем про это рассказываю, как-то у меня какая-то пробная информация произошла, но я просто не могу себе представить, чтобы я слушала какую-то музыку, не понимая хорошенько, где она находится в какой-то сложной системе отношений с другими музыками и тем, когда, в какой момент, почему, с какой задачей, обновременно, с чем там она была создана, то есть это сразу, ну, это, знаете, вот когда ты дышишь, замерзло стекло, и ты для себя вот такую маленькую дырочку протопил, и сквозь ее, когда ты смотришь, потом вдруг это вся вот эта мороженая, она вся ушла, и ты видишь огромную, и просветил 180 градусов, это вот такое примерно чувство, ну, у меня, по крайней мере. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы. Спасибо вам. Простите, что вопил мой сын, надеюсь, что он не очень... Сопровождал. Ну, он был с нами сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое, всего доброго, и до свидания.